Тео Авагра претендует на президентскую премию Алтынсапа. Эта национальная награда дается за высокое качество продукции. Компания выпускает сельскохозяйственные опрыскиватели. Заботятся не только о сервисе, но и о своих сотрудниках. Ольга Файзулина подробнее. Опрыскивателями Тео Авагра обрабатывают около половины зерносеющих областей Казахстана. 80% покупателей – североказахстанцы, костанайцы, акмолинцы. Оценили технику и россияне, она работает на полях Омска, Кургана, Тюмени. Сейчас конструкторы компании трудятся над новым проектом. Это переоборудование самоходной жадки Макдон в опрыскиватель. Составляется техническое задание и как бы прорабатываются компоновки. Часть работы конструктора – это осуществлять конструкторский надзор. То есть мы тесно сотрудничаем с производством и также некоторые функции осуществляем. Дело это непростое, считают конструкторы. К нему приступили недавно и о сроках говорить пока рано. После разработки технику ждёт испытания на полях. А пока в цехе собирают уже зарекомендовавшие себя прицепные опрыскиватели. По три в сутки. Локализация составляет 60%. Ручной труд в компании «Авагра» постепенно заменяют на автоматизированный. В числе новинок – этот сварочный робот. Он работает по программе, заданной на компьютере с использованием датчиков. Таких в компании два. Они увеличили скорость производства. Обычный сварщик за смену сделал бы четыре таких детали. Машина – десяток. Модернизация производства в первую очередь избавила сотрудников от монотонной работы. Компания активно развивается. В этом году обновили оборудование на 200 тысяч долларов. Объём продаж вырос на 20%. Выпустили мы прицепных опрыскивателей в районе 250 и самоходные. Те, что монтируются на автомобиле. На автомобиле ГАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ. В общем, технику мы можем устанавливать. Опрыскиватели около полсотни мы поставили. То есть в общей сложности по три сотни единиц. Сейчас ТОО «Авагра» в числе пяти региональных компаний готовится к республиканскому конкурсу «Алтынсапа». На президентскую премию номинируют тех, кто выпускает продукцию высокого качества. Но главное всё же не машины, а люди, считает директор компании. У нас есть свой автобус, который люди возят на предприятия. Объект для сотрудников бесплатный у нас. В этом году мы заселили дом 15-й квартирный, фирма построила. Кто серьёзно болеет, помогаем финансово. Анатолий Ермашов работает конструктором пять лет. Он среди тех счастливчиков, кто приобрёл в этом году новое жильё. За двухкомнатную квартиру площадью 65 квадратов ежемесячно платят около 70 тысяч деньги. Это с учётом беспроцентной рассрочки на 10 лет. В этом году переехал в двухкомнатную квартиру с семьёй. В доме живут все с работы, все живём дружно. Вместе дом благоустраиваем. Предприятие поддерживает своих работников. Очень доволен работой. Всего в компании «Авагра» работают полсотни сотрудников. Средняя зарплата – около 120 тысяч тенге. Ольга Файзулина, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК.